Значит, видео называется «Егор Погром, Навальный очнулся, Трамп взбунтовался, Лукашенко стал героем боевика». Смотрим. Накалу взаимной ненависти, взаимного ожесточения, взаимных обвинений нарастает, и тем более он еще больше сейчас достигнет пика, потому что Трамп решил стать расистом. Точнее, Трамп объявил о том, что он требует исключить изучение критической расовой теории, про которую мы сейчас наконец-то начнем-то говорить. Наконец-то пошла основная теоретическая часть нашего выпуска. Что он требует исключить изучение этой самой расовой теории критической сотрудниками. Я думаю, что весь американский эстеблишмент и всякие гуманитарная профессура, она вся восстанет против Трампа в этот момент, потому что если исключить то, что Трамп предлагает из обучения в вузах, то это огромное количество бездельников и социальных паразитов, которые на деньги американских налогоплательщиков рассказывали детям этих самых налогоплательщиков о том, что они там всех угнетают. Все эти люди из-за Трампа могут остаться без работы. Поэтому я думаю, что они не позволят этому произойти. Это слишком важная идеологическая компонента современного западного общества. Учреждение США за счет налогоплательщиков, потому что эта теория учит ненависти к белым и все такое прочее. Как вы понимаете, реакцию это вызвало, и что вы можете, конечно, этим заниматься, но не за государственные деньги. Как вы понимаете, все это вызвало гнев негодования. Естественно, как бы все тут же высказались о том, что Трамп это расист, это расист, это расист. Ну, ничего нового, в принципе. Трамп и так имеет репутацию оголтелого расиста среди этой всей публики. Поэтому в этом смысле Трампу нечего терять. Он не понес абсолютно никаких репутационных потерь. Потому что даже если бы он не вносил этого законопроекта или такой инициативы, все равно вся эта публика, она бы его считала расистом. Трамп заботится только о белых избирателей, но вообще с его точки зрения это аналогично, потому что 77% черных по всем вопросам собираются голосовать за, собственно, Байдена. То есть это абсолютно причерненная для Трампа аудитория. Ему не имеет смысла пытаться ее как-то перетянуть на свою сторону. Но, опять-таки, гражданскому миру это не способствует. Но тут бы я хотел поговорить про, собственно, эту критическую расу теорию. Потому что у нас, говоря не о марксизме, говоря о движении БВМ, вообще не понимают, что это такое, как это работает и как русские националисты, а я надеюсь, что вы русские националисты, могут использовать наработки. Ну, вообще, по поводу того, как русские националисты могут использовать эти наработки, у меня было видео, где я смотрел, соответственно, видео какой-то феминистки, которая, вот используя всю эту повестку, пыталась там ее на российской почве применять. И я, комментируя это видео, я, наоборот, говорил о том, что в России именно русские являются жертвами институционального насилия и угнетения, потому что это потомки крепостных. То есть, почему, например, в Америке негры, вот, они считаются угнетенными? Потому что это потомки рабов, да, которых там насильно привезли куда-то, там продавали их, там в рабстве, там избивали, убивали и так далее. То есть, вот, потомки, потомки этих рабов, это потомки, соответственно, угнетенного населения, и сами они тоже угнетены. В России, учитывая, там, крепостное право и так далее, и, как бы, институциональному угнетению подвергались как арс русские. Поэтому в России именно русские являются жертвами институционального, значит, насилия, расизма и прочее. То есть, крайне шаблонно и глупо переносить вот эту вот СЖВ-теорию на Россию и говорить, что, там, поскольку в Америке, там, белое население – это угнетатели, то в России, вот, тоже русские, они тоже, вроде как, фенотипически на белых похожи. Поэтому они тоже, значит, угнетатели. Это неправильно, это в корне неправильно, потому что в условиях, там, российских реалий, учитывая, там, исторический опыт России, именно русские являются потомками рабов, которых, там, проигрывали в карте, в карты, продавали, там, пароли на конюшне и так далее. Поэтому, вот, как бы, если вы русских обвиняете в чем-то, в России, то вы, как раз, обвиняете жертв институционального, значит, расизма, институционированного угнетения. То есть, я об этом говорил, то есть, первый раз, как бы, у меня первый подкаст на эту тему вышел, наверное, ну, и где-то год назад, может быть. Я не знаю, как это все, вот, мимо людей прошло. Там, не знаю, может быть, хайлайтов кто-то не нарезал, либо люди не видели эти хайлайты. Что в итоге они в комментариях решили, что у меня с Егором может возникнуть какая-то полемика на этот счет. Да, что вот Егор будет отстаивать позицию, что, значит, культурный марксизм – это, там, эффективное оружие, которое нужно исследовать, там, и использовать в своих целях. А Ежесармат будет отстаивать позицию, что, типа, нет, нет, какой ужас, нельзя, это же марксизм, блядь, о, какой кошмар, нет, оставьте эти идеи. То есть, я, блядь, в душе не ебу, как это вообще, как это могло прийти кому-то в голову, блядь. Но, с другой стороны, в принципе, я допускаю, что люди, в принципе, не в полном объеме знакомы с моим контентом, потому что, если человек каждый день что-то стримит, там, какие-то хайлайты нарезаются, то это просто нереально все это пересмотреть. Видимо, в этом проблема. Значит, сумрачного негритянского гения о своих целях. Ну, для начала стоит начать с того, что движение БВМ и неомарксизм – это вообще никак не про негров. Есть такое, да. То есть, это как с феминизмом, да, то есть, идею феминизма, само понятие придумал мужчина Шарль Фурье, один из теоретиков социализма, да, и очень много вот именно всякой феминистической, профеминистической литературы. Это литература, которая написана, как бы, белыми мужчинами, скажем так. То же самое и здесь, да. То есть, негры там, конечно, тоже есть, они не расисты, как говорится, да, но вообще движение БВМ – это, собственно, движение белых интеллектуалов. Там вот как раз давеча был очень смешной случай, когда, значит, знаменитая профессорша афроамериканских исследований, то есть, вот как раз женщина, которая вот учит, значит, про весь этот расизм и которая всю жизнь позиционирует себя как негритянка, призналась в том, что она на самом деле никакая не негритянка, а натурально белая привилегированная еврейка. Ну, это уже, по-моему, не первый кейс, когда в Америке это происходит, и когда женщины, которые являются белыми по своей этнической группе, они, значит, выдают себя за афроамериканок. То есть, это не первый случай, там была женщина-политик, которая, типа, себя там за коренную индианку выдавала, и тоже ее спалили на этом. И, по-моему, уже вот второй кейс происходит, когда, значит, белая женщина выдает себя за афроамериканку. Чтобы говорить от имени той расовой группы, к которой она никого отношения не имеет на самом деле. То, что она, значит, рассказывала, что вот, я тоже черная, у меня, значит, самого... Это как вот в этой, в альтрайтовском меме, да, где, значит, экзоскелет злодея Крэнга из «Черепашек-ниндзя». У него, значит, лицо, значит, афроамериканца из мема про «ЩИИИТ!», а у него в животе сидит Крэнг с лицом, значит, еврея, потирающего руки. Или там, например, мем, где с человека снимают маску афроамериканца, и под этой маской оказывается, значит, еврей в кипе. Ладно, не буду шутить про Юнимана. Все, мое детство прошло на плантации, где я вот этими вот руками собирала хлопок. Все это, мягко говоря, ложь, пиздеж и провокация. Причем оказалось, что это, значит, евро-негритянская женщина, она, значит, не только там все это врала, она, например, пропустила похороны своей матери, белой еврейке. Потому что, если бы ее там заметили, то, естественно, это полностью прошло бы весь ее нарратив. То есть женщина как бы вот буквально не пришла проститься собственной матерью, лишь бы, соответственно, быть, продолжать быть частью. Там же был еще случай, когда белый чувак, он подал в суд на своих родителей за то, что они его белым родили. Потому что он не хочет нести груз угнетателя. ...частью движи, но вот в итоге все-таки ее там что-то доканало, и она, значит, написала там огромное многостраничное покаяние, но так вот, для того, чтобы говорить о движении БЛМ, о неомарксистах, о критической расовой теории, значит, о критической вот этой вот культурной теории, надо вообще понимать, что такое марксистское мышление. Потому что некоторые граждане думают, что, значит, марксистское мышление — это про защиту каких-либо меньшинств. Марксистское мышление — это, значит, про, прости господи, какой-то либерализм и все такое прочее. Но нет, это вообще не имеет никакого отношения... Более того, марксизм, я вам должен сказать, особенно не марксизм, это даже не идеология, это способ мироописания. Мирописание, в рамках которого все отношения в обществе, все отношения... Ну сейчас, кстати, Егор в более развернутом виде, в дальнейшем он будет повторять, по сути, все мои тейки, которые я обычно озвучиваю, когда я говорю о марксизме в современном мире. Общество и власти, все отношения внутри власти, все отношения внутри культуры сводятся к отношениям силы, к отношениям власти. То есть настоящий марксист рассматривает все взаимоотношения как взаимоотношения угнетателей и угнетенных. Но на самом деле это можно называть как угодно. Самое главное, что марксист смотрит, как распределяются потоки власти в обществе, потоки власти в государстве, в экономике, в культуре. И затем начинает делать все, чтобы перераспределить эти самые потоки власти в сторону той группы, которую он определил как угнетаемой. Это, кстати, совершенно не обязательно должно быть меньшинство, это может быть и большинство. Потому что, например, в Южноафриканской республике отмена апартейда негры были абсолютным большинством. Но при этом вряд ли бы кто-то стал спорить с тем, что они угнетаемые. И в чем важно отличие марксизма от либерализма? В том, что либерализм постулирует, что есть некие вечные ценности, вечные истины. Например, такая вечная объективная ценность, как права человека. И в соответствии с этими ценностями надо как-то жить. С точки зрения же неомарксизма, базирующегося на постмодернизме, это отдельно большой долгий разговор. Я думаю, про это надо лекцию записать, может быть даже не одну. Весь мир вообще... Ну, по поводу связи неомарксизма и постмодернизма, да, это имеет смысл. Но классический марксизм, он не базируется на постмодернизме. Это важно. Потому что в классическом марксизме культурная повестка не так важна была. Потому что все, что связано с культурой, это просто надстройка. И ключевую роль в рассмотрении все-таки уделяли анализу экономического базиса. Потому что было принято считать, что базис определяет надстройку. Но у неомарксистов, да, у них, собственно, акцент поменялся. То есть, произошел переход от классического марксизма к разным формам неомарксизма. В частности, культурного марксизма, где дихотомия угнетенных и угнетателей, она переносится с экономической плоскости, там, буржуазия, пролетариат, на плоскость глобальной геополитики. То есть, богатые и бедные страны, мировой город, мировая деревня. И поэтому национальная буржуазия в периферийных странах, она является союзником национального же пролетариата в борьбе, значит, против, там, глобального капиталистического угнетения. В то время как рабочий класс в капиталистических странах, он, в принципе, лишается революционной роли, потому что это люди, которые встроены в общество потребления за счет того, что, там, капиталисты в их странах, они часть денег тратят на то, чтобы подкупать, значит, собственное рабочее движение и формировать класс, значит, так называемой рабочей аристократии. Об этом, в общем-то, и у маоистов много написано, и у, там, Маркуза, и у маркезианств и так далее. То есть, тут меняется, меняется, собственно, отношение к этому. Ну и, кроме того, конечно, существенное влияние на неомарксизм оказал Грамши, когда мы говорим о тех процессах культурной мутации, которые пытаются запускать современные неомарксисты. Состоит из символов, мы не можем никак добраться до объективной реальности, она нами принципиально непознаваемая, и, соответственно, принципиально бессмысленно говорить о неких объективных ценностях, о том, что вот что-то объективно, объективно, значит, не зависит от нашего восприятия, потому что все зависит от нашего восприятия. И, соответственно, любой акт коммуникации – это акт перераспределения власти, когда вы, собственно, пытаетесь в сторону своей группы, в сторону своей идентичности распределить власть, утверждая, что, вот, например, Есть такая вечная ценность, как права человека. Вы, с точки зрения марксиста, тем самым пытаетесь, будучи господствующей группой. Понятно, что с точки зрения марксистов никаких прав человека не существует как вечной ценности. Во-первых, это просто либеральное представление о правах и свободах, которые просто порождаются господствующим базисом. То есть буржуазный капиталистический базис порождает вот такую вот надстройку. Понятно, что если будет меняться базис, то будет меняться и надстройка. И, в принципе, последовательные марксисты выступают против либерального понимания прав и свобод человека. Группе в обществе сохранить статус кво, апеллируя к правам человека. То есть вы не верите в права человека. Это когнитивное искажение, вы заблуждаетесь. Вы под видом того, что вы верите в права человека, просто требуете перераспределения власти в свою пользу. И, соответственно, задача марксистов, задача не марксистов, задача БВМ-активистов, задача бойцов культурной войны, это не всерьез с вами дискутировать, права человека это хорошо или плохо. А подходить, тыкать вас пальцем и говорить, нет, это расизм, это расизм, это расизм. Отдавай в восьмую сторону, становись передо мной на колени. А как же права человека? Нет никаких прав человека. Брателла, брателла, это все обманка, которую ты, белый супрематист, используешь, чтобы, соответственно, оставаться у власти. Понимаете, логику, да? Ну да, то есть можно сказать, что современные либеральные представления о правах человека, это просто способ культурной экспансии, культурных представлений о мире со стороны европейских групп. Да, то есть если мы экстраполируем представления о правах человека на неевропейские общества, то это просто форма культурного экспансионизма со стороны белых людей. Это, кстати, то, что можно встретить в работах Дугина, например, какого-нибудь. То есть вообще парадокс ситуации состоит в том, что Дугина на Западе форсят альтрайты, но проблема в том, что очень значительная часть повестки и взглядов Дугина, она как раз совпадает с взглядами, значит, СЖИВ. И так как марксист настоящий смотрит только на потоки силы и их при распределении в обществе, то с ним принципиально бессмысленно говорить о фактах, принципиально бессмысленно говорить о ценностях, принципиально бессмысленно его высмеивать, потому что для него важно лишь одно. Вот это вот действие, причем действие абсолютно любое, начиная, значит, от требования запретить, там, значит, называть мороженое эскимо мороженым эскимо, да, и заканчивая, я не знаю, там, требованием вот... Да, это угнетение эскимошев. ...гнетение там федерального обучения, значит, уроком антирасизма, да. То есть для него важно лишь это действие увеличить. Причем это зафорсили, наверное, в какой-нибудь Канаде леволиберальной, потому что там коренное население Канады, это и есть эскимосы. Хотя и АХЗ там есть, и вообще у них мороженое, которое эскимо называется или нет. Увеличивает власть его группы, увеличивает степень контроля его группы или уменьшает. То есть сначала воля к власти, это практически не шансы на самом деле. И лишь затем под эту волю к власти подгоняются цифры, факты, все угодно. И не совсем не шанс, потому что в марксизме, таком ортодоксальном, там вместо воли к власти все-таки выступает экономическая закономерность. То есть базис определяет надстройку и все действует в соответствии с законами диалектики Гегеля. Количественные изменения приводят к качественным изменениям в какой-то момент. То есть это вот такой объективный процесс с их точки зрения. Поэтому, конечно, никакой воли к власти в Ницшанском именно смысле там нету. Но это им никак не мешает использовать понятие власти на уровне обыденного языка. Но и кроме того, помимо ортодоксального марксизма, у нас есть всякие деятели типа Фуко-Коко, которые очень популярны среди современных леолиберальных долбоебов. А Фуко, он характерен как раз тем, что он пытался совместить в своей методологии понятийный аппарат и интенции философии Ницша, философии Маркса и философии Фрейда. То есть в итоге у него получился такой вот гибрид идеологий с Ницшанскими подходами к вопросам власти, марксизмом в экономике и фрейдистским психоанализом. Ну и Фуко, он очень-очень популярен, как я уже сказал, среди современных левых. Соответственно, когда, например, правые сидят и сми, слушайте, вот дебилла, ну тупы! Они говорят, что мороженое Эскимо кого-то угнетает, ну тупы, они че вообще тупы, не понимают? Нет, чуваки, если они говорят, что мороженое Эскимо угнетает эскимосов и заставляет вас снять мороженое Эскимо с продажи, перейминовать и так далее, это значит, что они претендуют на власть, в данном случае на власть решать, как товары могут называться, а как нельзя. И самое главное, если они добиваются перейминования мороженого, это означает, что они эту власть получают. Ну да, но это вот примерно как, то есть, в принципе, я согласен со всем, что сейчас Егор говорит, это, знаете, мне напомнило про ролик Нихель-Пихель, где малолетние вот эти тупопезные ее подписчицы, они к ней обращаются и такие типа, Ника, а мы можем есть суши палочками или нет? Ведь если мы едим суши палочками, это же процесс культурного угнетения японцев. Можем ли мы есть суши палочками, ведь мы не японцы? То есть, что здесь забавно в этой ситуации? Забавно то, что Нихель-Пихель у них выступает как такой римский папа. То есть, Нихель-Пихель, она выступает как такой интерпретатор писания. То есть, это вот как у религиозных иудеев, они приходят к Рэбе и говорят, Рэбе, с точки зрения Торы, белый это цвет, да, белый это таки цвет, Рэбе, а черный это цвет, да, черный это таки тоже цвет. Вот видишь, Мойша, я продал тебе цветной телевизор. Вот, то же самое и здесь, да, то есть, есть как бы священное писание, да, значит, труды современной левой социологии, и вот есть люди, которые выступают как такие жрецы, оракулы, интерпретаторы священного писания, и вот простые, значит, люди приходят к ним и спрашивают там, с точки зрения священного писания, можем ли мы там, не знаю, на Хэллоуин одеваться в мексиканское сомбреро, есть суши палочками и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok